Всем привет! Сегодня мы едем в славный город Амет. Находится он в 100 километрах от места, где мы живем. Такие расстояния большие мы еще никогда не преодолевали на байке, так что будут сегодня приключения. Они уже начались, естественно, потому что пошел ливень. Стеной просто. Дождь наконец-то закончился, и можно ехать. Самый главный момент. Более сказала, нигде не спидать, потому что там горы, плохая дорога, скользко-высоко. Это наша первая полноценная остановка. Мы в пути уже больше двух часов. Движемся вообще прекрасно вдоль всего восточного побережья. Достигаем скорости на байке 80 километров. Ветерком пошатывает, но дорога классная, прямая, без пробок. Чего? Недолго еще осталось. Скоро приедем. Какого Назигоренга? Только пиво, хот-доги и что-то там еще. Смотрите, какая сосиска здоровая. Через час нас ждала еще одна незапланированная остановка с очень крутым видом. Сладкий. А это очередной вулкан, мы даже не знаем его название и не видим его высоты. Мы еще не доехали, а впечатление уже выше крыши. Мне кажется, это вообще одно из самых красивых мест, которые я только видела. Спойлер, мне всегда так кажется. Субтитры создавал. Да. Пожалуйста, здесь написать имел. Пожалуйста, сначала мы хотим увидеть нашу комнату. Пожалуйста, показать? Да. Эта комната? Да. Хорошо. Посмотрим. О, да. Да. Красотища. Потолка нет. Потолка нет. Ну и супер. И даже ванна. О, как я соскучилась по ванной. Здесь черный вулканический песок. В целом, пляжа такого, чтобы загорать, нету. Но в Амед и не ездят загорать. Загорать нужно где угодно. А здесь надо нырять. Вот это вид. Вот это вид. Стоп. Ага. Мне кажется, это лапша чистая из пакетика Роллтон. Но они здесь ее едят. На серьезных щах, да. Вот еще пару слов об этом туалете. Сидя на нем, можно сгореть. И не были обнаружены шляпы. Я пойду. Я пойду. Я пойду. Я пойду. Я пойду. Я пойду. Наргуйся до последнего. Ну, Гай, стенд максимум. Я пойду. Я пойду. Я пойду. Я пойду. Как вам Амед? И господа. Я поздравляю вас. Наступающим 1995 годом. Я устал. Я ухожу. Что на фаре? Мы зашли сломать. Все. Скоро вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok Мы успели на закат в кои-то веке Здесь солнце садится за вулкан, за губ И после этого наступают сумерки Которые взлятся около часа С красивым красивым небом Доброе утро, проснулись и улыбнулись Арбуз с лаймом это наш личный фаворит Я советую на папайку еще А на нас не надо Или вот такой вот браслетик у детей На Бали вообще отсутствуют попрошайки Никто не просит милостыни Они все что-то продают Какие-нибудь сувениры, например Поэтому покупая такие штучки У людей Вы помогаете им Три года, три года, шесть Вы не делали? Да, мы должны платить вам Это очень долго Это очень долго Три года, может быть еще А на обратной дороге мы решили заехать в пару мест. Одно из них это самые красивые ворота на Бали. Нас везут на шаттле в Боро. Ладу тоже надели в саронг. Я на самом деле думала, что мы идем к воротам и не на территорию храма. Конечно, я знала, что нельзя надевать платье, поэтому меня обмотали всю, чтобы покрыть и плечи, и ноги. Дорожка совсем немного под наклоном. Мы пришли, наверное, в самое инстаграмное место на Бали. Большинство приехало сюда целенаправлено ради этих фотографий. Здесь организованная очередь по талончикам, и чтобы отстоять такую очередь, потребуется около трех часов. На каждого человека или пару выделяется не более двух минут. Это могли быть мы, но мы не хотим стоять в очереди. Здесь нормальная очередь. Всего лишь человек семь. Мы так подумали, но и здесь стоять не хотим. Мы пошли дальше. В общем, наличие людей нас вокруг ни капельки не смутило. Мы наделали кучу красивых фоточек и остались более чем довольны. Кажется, так выглядит край света. А то мы думаем, что это не дурак. Мы поехали на следующую точку. Вот мне дворец. Тамада-Дюм. Добро пожаловать в Water Palace. Одно лицо. Ну так же. Ну давай рядом с этим тоже. И с этим тоже. Фоткай меня в фото. Фоткай меня полностью. Не грозят вы со зелеными жопками. Ничего, много. Кстати, там есть лестница, куда мы сейчас подойдем. Это очень похоже на ту лестницу, где стояли огромные очереди в предыдущем храме. Это не храм, это дворец на воде. Поэтому я с голыми ножками. Цок, 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 цок. Остановились пообедать. В таком заведении... А, нет, это качалка. Вот наше заведение. Юля машет. Приехали. Много Камазов и грузовиков. Все постоянно за ними тащатся. И мы в том числе. Все тут все там 30 км в час. А надо 60. Еще один час пути по пробкам. И мы наконец-то вернулись домой. Такое счастье, что мы живем. Ну что, мы наконец-то дома. Хочется сказать пару слов о нашей поездке и об Амеде. Просто 50% всех впечатлений у нас было во время дороги. И благодаря тем местам, которые мы посетили. Ехать стоит обязательно с ночевкой. То есть минимум на 2 дня. Потому что дорога на самом деле долгая и достаточно утомительная. Даже если навигатор прокладывает вам 3 часа, то по факту все равно закладывайте будет больше. Нужно учитывать и трафик, и остановки. В самом Амед стоит ехать для дайвинга или снорклинга. Мы не дайверы, но мы ныряем с масками. И это, наверное, самое главное развлечение в Амеде. Больше там, в принципе-то, ничего и нет. То есть если вы туда едете, то планируете, что большую часть времени вы проведете под водой, чем над водой. В общем, мы очень кайфанули с этой поездкой. Было прикольно снимать этот вложек. Мне даже этот формат понравился, например, больше, чем постить много сторисов. Вот, поэтому я надеюсь, не последнее видео. Спасибо, что посмотрели. Пока-пока. Вот. Зачем я так сказала в конце?